Добрый день, уважаемые коллеги, видеозрители. И в отличие от Екатерины Викторовны, наверное, не смогу похвастаться такими значимыми ноу-хау в виде контрастирования при УЗИ или в виде применения эластографической технологии, что в отношении компьютерной томографии все, наверное, будет попроще, потому что метод уже достаточно старый, контрастирование используется давно. И здесь каких-то новостей, которые бы перевернули в вопросы диагностики поражения лимфатических узлов, наверное, представлено не будет. Однако на компьютерной томографии мы не можем не остановиться в силу того, что это, наверное, один из тех первых методов лучевой диагностики, которые врачи используют, когда мы говорим о подозрении на онкологическое заболевание. Плюс на сегодняшний день компьютерная томография выполняется, в принципе, достаточно часто. Это обусловлено и шагающей по планете коронавирусной инфекцией. И те находки, которые мы обнаруживаем, обнаруживают наши коллеги, они требуют какой-то определенной интерпретации. И для того, чтобы сориентировать уже клинических специалистов о том, имеем ли мы подозрение на какой-то злокачественный процесс или же это норма. Вот об этой патологии норме попробуем сегодня поговорить. Сразу несколько такой провокационный слайд. Если обратиться к данным литературы, то можно увидеть, что компьютерная томография в диагностике опухолевого поражения лимфоузлов не отличается какими-то высокими цифрами чувствительности и специфичности. Можно посмотреть, что чувствительность начинается от 50%, а специфичность от 36%. Но говорит ли это о том, что этот метод малоинформативный, и стоит убрать его на периферию нашего диагностического алгоритма и отдать предпочтение другим методикам? Вот этот вопрос крайне дискутабелен. Для чего же, в принципе, мы выполняем компьютерную томографию? Почему мы никак при всем желании не сможем ее исключить из диагностического алгоритма? Какими преимуществами она обладает? Это то, что мы, во-первых, можем хранить и воспроизводить данные. То есть мы можем пациента отсканировать, получить какую-то первичную информацию и даже засомневавшись в тех находках, которые мы обнаружили, потом выполнить контрольные исследования именно соблюдением тех же самых параметров и полученные данные сопоставить и сделать какой-либо определенный вывод. Мы можем пойти и посоветоваться к коллеге и узнать, совпадает ли его мнение с нашим. Если мы выдвигаем предположение о том, что лимфатический узел не поражен, а коллега тоже с этим соглашается, или еще другие специалисты, то, наверное, все-таки есть некий шанс на то, что мы повысим точность нашего вывода. Как я уже сказал, мы можем оценить изменения в динамике. Кроме самих изменений в лимфатических узлах, нам доступны оценки первичной опухоли. Если мы посмотрим, чем эта первичная опухоль представлена, то, возможно, мы сможем соотнести эти найденные изменения в органе и в лимфоузле, и тоже мы будем ближе к разгадке. Компьютерная томография – метод крайне на сегодняшний день широко доступен. Томографы стоят уже не только в крупных больницах, но и в поликлиниках по всей стране. И если раньше выполнение компьютерной томографии представляло собой сложность, необходимо было обращаться в какой-то крупный стационар, то сегодня уже можно сделать практически везде и достаточно хорошим качеством. Мы можем выполнить одновременно исследование нескольких анатомических зон и определить те изменения в лимфоузлах, которые мы нашли регионально к какому-то изменению в органе. Они представлены только в этом месте или затрагивают другую группу лимфоузлов, характерную для регионального метастазирования или нехарактерную. Такие нехарактерные изменения в лимфоузлах других групп также могут натолкнуть нас на мысль о том, что это какой-то системный процесс, возможно, не связанный с поражением конкретного этого органа. Быстрота исследования здесь. Я думаю, что все вы хорошо понимаете, что компьютерная томография выполняется буквально за несколько минут, в том числе с контрастированием. Другой вопрос, что оценка уже полученных результатов требует, несомненно, большего времени. И эта методика все-таки дешевле по сравнению с методами радионуклидной диагностики. Я не буду сильно останавливаться на норме лимфатического узла. Все вы уже прекрасно это знаете. Это и то, что мы имеем. Имеем жировые ворота, соответствующие в лимфоузле, и преобладание длинника над поперечником, и небольшие размеры. Все это достаточно хорошо известно и не требует дальнейшего освещения более подробного. Когда мы говорим о зимненных лимфоузлах, мы оцениваем целый ряд критерий. Например, размеры формы. Мы все понимаем, что пораженный узел, как правило, увеличивается в размерах, меняет свою овальную форму на какую-то нерегулярную или приобретает эту форму округлую. И это нас наталкивает мысль о том, что, возможно, этот лимфоузел поражен. Структура в пораженных лимфатических узлах нередко, особенно если мы говорим о плоскоклеточных раках, о метастазах рака яичка, можно увидеть зоны некроза, что также не характерно для нормального лимфатического узла. Здесь необходимо помнить, что важно не ошибиться и не принять возникший некроз за гиподетственную часть мозгового слоя или за жировой компонент. И если мы столкнулись с теми или иными гиперваскулярными опухолями, будь то опухоль почки, опухоль щитовидной железы, поджелудочной железы, то нередко можно обнаружить активное накопление контрастного вещества в лимфатических узлах. Если сопоставить это накопление с незамененными лимфоузлами, то эта разница становится абсолютно очевидной. Здесь мы на слайде видим опухоль в почке и, соответственно, измененный лимфатический узел с активным накоплением контрастного препарата. Это этот же самый пациент с поражением, у которого болезнь распространилась дальше, и видно поражение внутригрудных лимфоузлов, бифоркационных и бронхологических групп. Также мы все хорошо знаем, что поражение лимфоузлов часто сопровождается их объединением в конгломераты. Мы видим уже не отдельные расположенные лимфатические узлы с незаменимой структурой, а представленные либо такой цепочкой, сливающейся, либо какой-то массивным образованием конгломерата лимфоузлов. Вот здесь вдоль аорты нижней половины практически все жировое пространство занято сливающимися метастатически измененными лимфоузлами. И также их банально становится больше. Если мы посмотрим на отключительную область, то увидим здесь целую группу, хотя и отдельных, но явно увеличенных измененных лимфатических узлов. Если так суммировать кратко эту информацию, то вот здесь на слайде представлена таблица, которые отражены характеристикой распределения, размера, формы, структуры, контуров лимфоузлов и особенностей контрастирования. Которые распределения, мы уже сказали, что незменные узлы либо разрозненные одиночные, а метастатически объединяющиеся в конгломераты. О размере, как раз был Катерине Викторовне адресован вопрос, здесь кроме самого размера, надо еще понимать, в какой зоне эти лимфоузлы находятся, и, соответственно, изменение размера может быть трактовано по-разному. Если это подмышечная область, то здесь и 15, и более миллиметров может быть вполне расценено как норма. А если мы говорим о лимфоузлах реагиональных, например, к прямой кишке, то там уже изменения и более 8 миллиметров уже может поселить у нас подозрения о вторичном их поражении. Отношение длинника к короткой оси мы уже озвучили, про форму поговорили, про структуру, как уже отмечалось, что гетерогенная структура, отсутствие жировых ворот, наличие некрозов или микрокальцинатов, если для этой опухоли характерно формирование кальцинатов, и про контуры и контрастирование тоже уже говорили. Если бы это было так все просто, мы взяли некий набор готовых критериев, по ним оценили и поняли, что этот узел поражен, а этот не поражен, то и вопрос был бы закрыт, мы бы здесь не собирались и не обсуждали сложности диагностики поражения лимфоузлов при опухолевых процессах. Вот пациент, страдающий лимфомой, на первом изображении виден лимфатический узел, расположенный в брюшеке тонкой кишки, большой, увеличенный, контур у него нечеткий, наталкивает нас на подозрение о том, что это опухолевый процесс, что и было подтверждено, потому что в целом пациенты поражены не только эта группа лимфоузлов, из другого лимфоузла был добыт морфологический материал для морфологического исследования, и на фоне лечения отмечается редукция этого лимфоузла. Здесь уже такое большое не видно, вот виден какой-то небольшой узел. Однако в процессе динамического наблюдения у пациента отмечено увеличение лимфоузлов, лимфоузлов, что натолкнуло и диагносты, и клиницисты на подозрение о том, что не возобновилась ли болезнь, и каким-то образом, конечно же, прежде чем нам назначить повторное лечение, необходимо этот процесс верифицировать, потому что все-таки мы понимаем, что несмотря на то, что эти изменения крайне схожи, все-таки может быть это представлено каким-то другим процессом. и пациенту выполнена операция, и... так, так, так... где моя мышка потеряла? О! Вот это, видимо, не так и делаю. Ну, в общем говоря, что опухоли бы выявлено не было, и было обнаружено признаки хронического паникулита и граноматозного некротического воспаления, что отвергло на диагноз возможного возобновления лимфомы. И еще один пример. Также пациент, пролеченный по поводу опухолевого заболевания, видно, что внутригрудные узлы небольшие, а потом возникает вот такая картина с резким их увеличением, даже и контрастный препарат. Кажется, что, в общем-то, накапливают, и тоже возникает вопрос на рецидив болезни, на то, что это метастатический процесс. Но при гистологическом исследовании обнаружено реактивные изменения и саркоидная реакция. Я не буду сильно подробно останавливаться на лимфоузлах шеи, на классификации, потому что это будет более подробно освещено в докладе, посвященном МРТ-диагностике. Тут быстренько мы пролистаем эти картинки. Видны лимфоузлы вдоль сосудов шеи, явно с измененной формой, большие, множество, многочисленные. Но сильно застрять на этом внимания не буду, будет отдельный доклад. Что касается рака легкого, то здесь принципиальным для нас моментом является установление наличия измененных лимфоузлов в N3 группы, что уже является показанием к тому, чтобы пациенту проводилось не хирургическое лечение, а химиотерапевтическое. Поэтому здесь краеугольным карнем как раз является перечисление лимфоузлов по группам, чтобы кроме оценки первичной опухоли у врача-клинициста был арсенал для того, чтобы провести классификацию и стадирование и по N-критерию. Тоже небольшой пример. Периферический рак нижней доли правого, правого легкого. И попробуем поискать лимфоузлы. Вот верхний правоапаратарахиальной группы. Уже появляются они. Измененные лимфоузлы, здесь гетерогенные структуры, если есть контуры их нечетки, накопление контрастного вещества, отмечается все то, о чем мы говорили. И нижняя паратарахиальная группа тоже самое. Видны еще превоскулярные лимфоузлы в переднем средостении. Это третья группа. И подозрения тут можно еще высказать и на поражение пятой. И отпускаясь ниже, видим мы, что и четвертая группа, правая группа лимфоузлов поражена. И, соответственно, лимфоузлы корня легкого, и которые уже расположены вдоль соответствующего бронха 11-14 групп. Говоря о диагностике поражения лимфоузлов при раке пищевода, прежде всего нам необходимо определиться с локализацией опухолевого процесса, потому что это будет сильно влиять на критерии инстагирования. Если это верхний грудной отдел пищевода, то мы имеем одни региональные узлы, а другие уже будут являться отдаленными, если средний грудной отдел. Другие лимфоузлы, нижний грудной третий, если это кардиозофагиальный враг с распространением на абдоминальный отдел, то мы имеем другую классификацию для определения N-критерия поражения лимфоузлов. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным, понимая, что процесс при поражении пищевода метастазирует продольно, вдоль него необходимо искать изменения как выше, так и ниже опухоли. Посмотрим на поражение при раке пищевода. Сначала найдется опухоль, предстанетическое расширение в верхнем грудном отделе, и здесь от среднего грудного отдела, от бифуркации уже видим опухоли в изменении в пищеводе, которые затрагивают как верхний, так и средний грудной отдел пищевода. И, как я уже сказал, мы ищем лимфоузлы не только на уровне опухоли, но и в отдалении от нее, прежде всего вдоль органа. Можно, если пролистать вниз, увидеть, что поражены паразофагиальные лимфоузлы верхние. Вот здесь. И если уйти ниже, то обнаруживаем поражение и на уровне самой опухоли, и также ниже нее, уже даже ниже диафрагмы, что нередко для поражения среднего и среднего грудного отдела пищевода. Об этом всегда необходимо помнить, что нужно оценить поддиафрагмальное пространство, посмотреть, не поражены ли лимфоузлы там. И вот ниже диафрагмы видим поражение лимфоузлов правой паракардиальной группы. Первая группа. Примерно та же история и для рака желудка. Если мы обратимся к национальным рекомендациям по диагностике и лечению, то увидим, что выставить соответствующие Н-критерии при поражении различных отделов желудка достаточно сложно. Это под силу, наверное, только тому, по памяти сделай, кто занимается этим каждый день. Поэтому для врача-диагноста, наверное, не столь важно разобраться в целом в том, как являются ли эти конкретные лимфоузлы региональными или отдаленными, а в том задача, чтобы просто перечислить те группы лимфоузлов, которые существуют в соответствии с классификацией для рака желудка и высказать свое предположение о их метастатическом поражении и о количестве таких таковых узлов, что уже позволит клинисту правильным образом поставить диагноз. И тоже пролистаем быстренько клинический пример. Имеем рак желудка с распространением на абдоминальный отдел пищевода. Большая часть, практически весь, вся часть опухолевого поражения лежит в желудке, поэтому можно установить здесь, стадировать первичную опухоль, как не стадировать, а относится к зиверт-3 поражению, когда большая часть опухолевых изменений расположена в теле желудка. И видно множество измененных региональных лимфоузлов. Это и первая группа, и третья, и седьмая, и те, которые расположены вдоль общепеченочной артерии и вдоль уже собственной печеночной артерии, но также можно определить и те измененные лимфоузлы, которые расположены в забрюшином пространстве. Это 16-я группа, которая является уже нерегиональной к данному первичной опухоли, поэтому понимаем, что это отдаленные метастазы. Пациент имеет неправильную стадию М1. И буквально несколько слов по поводу кишки. Здесь примерно вся та же история, что и применимо к желудку, кроме того, что нам необходимо определиться с локализацией первичной опухоли и, соответственно, описать те региональные и отдаленные лимфоузлы в зависимости от того, где эта первичная опухоль расположена и привести то количество лимфоузлов, измененных которым мы считаем, что поражены. Это также позволит провести необходимое стадирование. И вот представлен клинический пример. Видна опухоль в слепой и восходящей ободочной кишке. Видны измененные региональные лимфоузлы 201 группы и 202 группы. Ну, а выше уже лимфоузлы и не изменены. То есть это процесс операбельный в данной ситуации и не требует проведения химиотерапевтического лечения в качестве первой опции проводимой терапии. На этом разрешите закончить. Спасибо большое. лимфоузлы. Продолжение следует... лимфоузлы.